Этот мастер-класс называется «Добрым» по нескольким причинам. Во-первых, его автор добрый по характеру и по фамилии. А во-вторых, речь идет о свадебной фотографии, в жанре исключительно приятном и позитивном. Мастер-класс уникален тем, что он нацелен именно на практику, показать вообще, как снимается репортаж, как работать с парами, то есть с разным типорами, там пар, с покоями, какие-то, может быть, динамичные ребята, как работать на банкетной съемке, то есть сюжеты, композиция, как распрепостить вообще модели, работа с эмоциями, как поймать именно живые кадры. Год назад была на мастер-классе другого спикера, и мне потом в комментариях в инстаграм, когда я выложила фоточку, мне ее писали, а вот сходи еще к Максу Доброго, и отметили его там упоминаниями. И Макс Добрый мне такой смайлик присылает, я такая, так, что за чувак, надо к нему зайти посмотреть. Захожу, и мне понравились его работы, что они не похожи на тех спикеров, которыми я до этого ходила, какие-то там неординарные фотографии, интересные идеи, в общем, поэтому стала следить за ним, год следила, и вот. За Максом я очень давно наблюдаю, мне нравится стиль его съемки, нравится то, как он подает свой материал, но, в принципе, очень приятный человек, захотелось познакомиться лично. Не секрет, что многие свадебные фотографы избегают съемки банкетной части. Спикер уверяет, что они это делают очень зря. Самые яркие живые фотографии получаются именно на этой части свадьбы. Нужно только знать пару секретов. Ну, вот как вначале я боялась, что я не знаю зал, какой там будет потолок, потому что вначале я сталкивалась, что там потолок черный, глянцевый, и он поглощал вспышку, света не хватало, стоек у меня не было, и до сих пор нет. В общем, я не умела с этим справляться, либо, может быть, кто-то боится гостей, которые как-то неадекватно себя ведут, такое тоже бывало, но ничего, привлекаешь. Ну, как правило, там нет света, все боятся, что со вспышками будет проблема. Вспышки – это не трудно, это весело, это легко. Просто она немножко так постоянно это делает, учится, и да, будет нормально. То есть через три года, сколько, постоянно три года, три года вот со вспышками, и где-то вот за все это время столько шишек было набито, и научиться уже снимать более-менее классно. Вот, а так это не трудно, то есть все просто боятся вспышки. С тех пор, как появилась традиция фотографировать день бракосочетания, жанр свадебной фотографии постоянно меняется. В наш век широких технических возможностей по-прежнему в цене живые эмоции, а акцент теперь делается не на количество, а на качество. Продолжение следует... Продолжение следует...